Когда в семье даже самое дружное рождается ребенок с инвалидностью, это становится серьезным испытанием на прочность главных семейных ценностей – любви, взаимопонимания, поддержки. Евгения Урыбина – мама двоих детей. Когда старшей дочери Кати поставили диагноз ДЦП, самые близкие люди оказались рядом, и семья стала еще крепче и дружней. Три года назад Евгения устроила Катю в группу дневного пребывания в доме-интернате «Теремок». Благодаря этому мама смогла выйти на работу, а дочь получать полноценное для своих способностей развитие. За эти три года мы даже в санатории один раз только ездили, потому что здесь есть все. Плавает она у меня, бассейн ходит, логопед занимается, и на коняшках они там где катаются. И удобно то, что вот проходить надо что-то, вот врачей. Они бывают, сами приезжают, что не надо мне ее туда. Сегодня в Теремке открыто пять групп дневного пребывания. Их посещают 60 детей. Для семей, где воспитывают ребенка с ограниченными возможностями здоровья, это большая поддержка и моральная, и в каком-то смысле материальная. Родители могут работать, учиться, а дети проходят здесь реабилитацию. Кроме этого, в этом году мы получили лицензию на образовательную деятельность, дополнительное образование и дошкольное образование. Поэтому у нас появилась еще возможность открыть группы кратковременной реабилитации. То есть приходят к нам дети и получают реабилитацию медицинскую, психологическую, педагогическую, социально-бытовые. Пока родители заняты на работе, у ребенка в Теремке день также расписан по минутам. Помимо игр, большое внимание уделяется реабилитации. У каждого ребенка индивидуальная программа. В этом году дом-интернат Теремок выиграл грант фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. На выделенные средства была создана арт-терапевтическая студия с современным мультисенсорным оборудованием Light Beam. Здесь ребенок может управлять звуком и видео, играя на ковре с лучом света. Здесь развивается и моторика, и память, и мышление, и внимание, то есть все функции, которые нужно для развития таких детей. Детей с инвалидностью, нуждающихся в реабилитации, гораздо больше, чем может принять дневное отделение Теремка. Чтобы помочь таким семьям, в этом году открыты группы кратковременного пребывания. Сюда детей приводят на 2-3 часа и занятия проводят вместе с родителями. Олеся Калиниченко, Игорь Брюханов, Вести, Хакасия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова